Вот это машина хабировской пропаганды, то, что мы здесь в республике нацисты, сепаратисты. И приходится мне поэтому каждый раз уделять этому тему и говорить то, что мы здесь не нацисты. Мне говорят, не оправдывайся. Тут я не оправдываюсь, я просто доношу это до россиян. То, что мы, башкиры, здесь не нацисты, не сепаратисты. И это я буду говорить каждый раз. Я не оправдываюсь, я говорю по фактам. Потому что сейчас машина репрессий, которую врубил здесь в республике Хабиров, дошла до колоссальных размеров. Более уже 300 человек задержаны, им предъявлены административные статьи. Более 60 человек уже предъявлены статьи уголовные. Самая мягкая из них это 212 статья, первые и вторые части. Вы понимаете, что происходит? У нас и здесь идет геноцид населения, активного населения, репрессии на народ. И на народ не только башкир. И татары, и русские, и все у нас здесь участвуют в защите наших земель. Наших, я имею ввиду, наших общих земель, общих земель народов, которые проживают у нас здесь в республике. Хабиров делает акцент на то, что это башкирский нацизм. И только башкиры выступают за сохранение вот этих земель. Нет, это не так. Есть русские, есть татары, есть удмурты, есть чуваши. Я про это говорил много-много раз. И мне как-то в комментариях написали. У вас все там рожи узкоглазые и не видно ни одних русских. Ладно тогда, хорошо. Чтобы не быть голословным, сейчас я выложу видео не просто русских людей, а двух Татьян. Это Татьяна Петровна и Татьяна Егоровна. Вы можете даже посмотреть то, что у нас даже Татьяна у нас тут несколько. Не считая еще русских Татьян, которые вот есть у нас, которые их называют Таня, Танечка. А это именно русские люди, которые любого за нашу землю, за наш Башкортостан порвут, как говорится, на британский флаг. А кое-кого, наверное, и на австрийский. Вот смотрите, что происходит. Мне говорят, вы почему не собирали документы, подписи, все это не везли, не отправляли. Мы все это отправляли. И подписи, и это все делали. Все документы мы отправляли везде. Везде собирали подписи, начиная от низа до верха. Там тоже будет видео, где я об этом говорю. Как мы это все делали. Смотрите видео и поймите. Мы здесь, многонациональный народ Республики Башкортостан, за сохранение экологии, за соблюдение конституционных прав Российской Федерации. А именно, каждый человек имеет право на благоприятную окружающую среду. Хабиров сейчас вот своим вот этим правлением, он выжимает все из республики. Выжимает полностью из республики ресурсы. И тем самым он просто устраивает экоцит. Это экологический геноцид населения. Смотрите видео с нашими Татьянами. С нашими сестрами русскими Татьянами. Смотрите. Глазована с администрацией и депутатами. Ребята, а депутаты чем думали? Каким местом? Чем вы думали, когда вы подписывали вот это разрешение, это вот там возьмите? Чем вы думали? Вы ведь здесь живете. Вы жители Тубинска. Вы же не враги себе. Ну вот эти оккупанты, они приехали, тут все разгромят. Там воздух нам засрут, извините за выражение. От алказа ничего не останется. Вода потечет в Сапсал. Сапсал. Те, кто живут на пригороду, во что-то не радуетесь? Грязь туда пойдет, и все ваши гости накроются. Я тут даже, как в гуси. Дальше. Что хочу сказать? Сапсал. Пошел дальше в Сакмару. Сакмара там дальше. Это ведь экологическая катастрофа не только для нашего района. Это, по идее, экологическая катастрофа по возе для всей нашей республики. Вот это надо пить во все колоколады. Объединиться надо. Это наша Родина. Наша Родина. Мои дети-то приехали в 33-м году, в прошлом веке. Здесь уже жило коренное население. Всю жизнь прожили. Это земля наша общая, земля наших дедов. Но и мы теперь здесь живем. Но надо же ее все-таки как-то защитить. Дома все на пустоту. Дома все на пустоту. Ну ладно, обвалился сразу сдох. Ну прям, как мы ее говорим. А если ты там будешь еще лежать и мучиться, и думаешь, спасут меня или нет? Теперь я хочу сказать вам, ребята, молодцы. Редак, Владик, Урал, молодцы. Подняли, на бак бьете. Правильно. Но давайте все-таки решим вопрос. Может быть действительно соберем средства, и вы поедете в Москву? Но пусть вы не в Путину походите. Пусть именно в ментэкологии. Но ведь объяснить надо, что будет-то. Ведь дело, в конце концов, не в том, что у АСЛУ не будет сенокоса. Ну кто такая АСЛУ? А кто это она такая? Ну не будет у нее сенокоса. Ну не важно, что там в скотину не будете выгонять. Ну, жили со скотиной, теперь без скотины будет. Но ведь если подумать, вода-то потечет пизде, башкирия большая, грязи хватит всем, и зараза тоже будет. Вот я так считаю. А потом еще, смотри, 75 лет победы. Сколько отсюда вывезли зоны-то? Может быть опираясь на это, можно сказать, ну ребята, ну дайте вот нашему поколению, потомкам, этих шахтеров, которые не дожили свою жизнь. Которые умерли от силикозы. Родственники, вот дедушка у меня умер от рака, бабушка тоже, отец тоже. Родственники все наши умерли от рака, от онкологических заболеваний. Сейчас вроде чуть-чуть притихло, приглохло. Вместе надо, вместе. Татьяна Петровна, самый главный вопрос, вы что сказали. Надо ехать, обращаться повыше в Москву, к Путину. Да, Татьяна Петровна, если вы соберете средства, мы поедем. Нет, подождите, я, ладно, это вопрос такой, как бы второй, но первый вопрос, мы не можем, я, Урал, Владик, взять завтрак, собраться и поехать. По одной и той причине, вот мы почему вот это встречаемся на горе, здесь собираем собрание, чтобы мы поехали с документами, чтобы мы показали то, что поселок, стоишь, наше село Тубинский, село Тубинский против вот этого месторождения, против, нам не нужно этих рабочих мест. Мы письмо зачитывали о вреде вот этого и открытой разработки. Сейчас по району, по всем деревням собираются подписи, это нужно время, Татьяна Петровна, и все слышат, нужно время. Вот, если честно, вы видите, вот, ребята, один до трех не спит, второй до трех, я бываю, все плохо, письма, вот, темя, все хорошо, все это, мы будоражим. Вы видите, в Яндексе есть, в Яндексе в первой строке события Тубинского лази, понимаете? Это нас уже страна слышит, нас уже видят, нас уже понимают о нашей проблеме, вот это услышат. Вот, мы не спим, но надо собрать подписи, надо сделать все это правильно. Как мне объяснили, мы поедем в Москву, нам скажут, а что ты не поехал туда, в Уфу, там у вас руководство. Мы поедем с Москвы в Уфу, а скажут, а почему вы не поехали в район, он вам бы решил. А мы поедем в район, а нам скажут, глава сельсовета вам все решила бы, ты что туда приперся. Поэтому мы начинаем все по порядку. Сельсовет, район, глава республики, если все это не решится, поедем в Москву. Если не решится закон, конституция на нашей стороне, пускай я останусь без штанов, но я буду судиться, и ребята не отступят. Я думаю, никто из нас не отступит. Не отдадим. Не отдадим. Ну, есть кому высказаться? Если нет, давайте приступим к голосованию. Кому есть высказаться? Есть? Мы собрали подписи, отправили в Роспроднадзор. Прибыли, значит, две женщины по нашим. Ну, прошли, посмотрели вроде бы. В общем, экологи были, прокуратура была. Потом вопрос был, как раз у нас в 100-летие комсомолы, мы были в администрации, значит, там в здании. Вот Татьяна, где вот нельзя соврать, она тоже была с нами там. Поднимали у экологов этот вопрос. И, в общем, нам просто, знаете, все замылили, пробы брали совсем не там, где им показывали. Прокуратура вроде за нас, за нас, что да-да-да-да, и все это спустили на тормозах. Эколог сказал, что у нас будет, значит, от моста на трактовке все это будет, там будет зона такая хорошая. И что толку, там детей с техникумов, с училища понагнали, воду спустили, какие-то полторушки пустые там собрали, деньги отмыли, все списали. И все, и сейчас все, значит, у вас там вообще ничего, ни рыбы, все, ни пастбищ, ничего не осталось. Говорили, это, знаете, слушать никого, ничего не надо. Надо брать руки в руки самим, и именно конструктивные меры, которые... Почему вот нет сейчас здесь администрации, где вот сейчас здесь администрация есть? Вот пусть нам ответит администрация, какие вопросы решают. Пусть прокуратура, пусть корреспонденты, потому что из Уфы приезжали корреспонденты, и что? Ничего не решено, ничего не сделано. Надо выходить на федеральный уровень. Да, надо это вошли, знаете, вошли. На это мне не надо останавливаться. Пусть сразу, значит, собирать больше народу, а так иначе у нас онкология, вот эти ерунды, все природа, все у нас кончает. Поэтому молчать не надо, надо бороться. Ураны керва зайцев даже нет. Я думаю, наши пубинчане устанут у вас работать, как вы их будете. Это уже горький опыт многих предприятий. Горький опыт. Не получится. Примите по договору, там, испытательный срок, испытательный срок. Два-три месяца, потом, чшш, под то место, под пятую точку. Не устраиваясь. Все. Пожалуйста. Во-первых, вопрос к господину Аминеву. Вы сказали, что вы не разрешаете проводить нам 2 февраля так, нашу встречу, потому что вы защищаете интересы населения районов. О чем мы там будем делать? А, первый вопрос. Второй вопрос. Хорошие слова. Инвестиции, инфраструктура, улучшение климата. Послушайте, я живу на улице Советской. Вы вот говорите, что нет, там, вся улица Советская стоит на шурфах. Это одна улица. Улица Салават-Юлаева тоже. Вы начнете там разрабатывать, денежки себе забывать. Наши улицы уйдут все. Хорошо. Если так все хорошо, люди вот на Советской улице бурили воду по 80-90 метров. По 80-90 метров. Сколько вложили денег, если посчитать. Вы говорите, у нас леса нет. Как это нет? У нас седой, эронды, прекрасные эронды, эрондыческие горы. У него и седой, и седой, а седой. Отвал идет. Вы вообще в полкилометрия оттуда эту гору будете разрабатывать. Вы сами-то думаете. Вы реально-то вот, вы реально вешаете лапшу населению на уши. Вы думаете, а глупые. Они все равно. Я все равно. Они пенсионеры. Ничего они не понимают. Мы все прекрасно понимаем. Мы здесь живем. Это наша Родина. Здесь жили мои родители. Здесь живет мой дед. Моя бабушка. Зачем вам нужен наш тупик? Для набивания карманов? Ну, надо честно сказать. Улучшение жизни для тупик вы не сделаете. Не сделаете. Наоборот, будет еще хуже. Сейчас на этом нет очень сильной онкологии. Нет радиации такой, какая я была. Потому что немножко все прислухало. И все прислухало. Вы говорите, что нет там шульфов. Вот здесь живут люди с улицы Советской. Там совсем недавно был огромный прорыв. Яма туда ушла. Там шульфы. А вы говорите, там нету. Я живу 500 метров наверх. Вот вы взорвали. И что у меня будет в доме? Ну, пусть он не презентабельный, не двухэтажный. Но это мой дом. Я там живу. Конечно, вы получили лицензию. Теперь такой вопрос. Лицензию получать? Наверное, все-таки надо спросить. Население. Как вы? Вы не против того, что мы здесь будем что-то делать? Ведь это истинная земля местного населения. И вообще-то. Или что? У нас уже такого нет? У нас вроде Конституции что-то гарантируют, что-то защищают людей. А потом, что будет с нашей жемчужиной Башкортостана? С озером? С Апропелево и Грязи. Люди едут со всего региона. Со всей Башкирии. Даже из Москвы приезжают. Что там будет? Зачем? У того есть, а то мы оставим. Да не будет такого. Никто не может гарантировать. Есть такая русская народная сказка. Вот сейчас я расскажу и уйду. Бог должен науки туда расскажет. Есть русская народная сказка. У зайчика была глубина из Башкирия. А у лисы была ветерая. И ей вот так надо было к нему туда залезть. Она залезла к нему. И выкинула его оттуда. Да. Подписывайтесь на канал. Делайте репосты. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Только так мы сможем донести это все до большего количества людей. Вот о этом беспределе, который происходит у нас сейчас в республике.